Этим летом просто так купить долевку уже не удастся. Деньги сначала попадают на так называемый escrow счет. Сделано это для того, чтобы защитить покупателя от риска или еще нечестных застройщиков. Какие результаты уже принесло нововведение, которое появилось с 1 июля и как изменился строительный рынок в связи с этим? Летом говорим сегодня с Мариной Ракиной, председателем комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты. Марина Сергеевна, здравствуйте. Вот прежде всего объясните, пожалуйста, простым языком, что это такое escrow счет? Здравствуйте. На самом деле это действительно очень такая правильная и хорошая вещь. Это связано с тем, что денежные средства попадают в банк после заключения и регистрации договора долевого участия в банк на специальный блокированный счет, которым застройщик может воспользоваться после сдачи дома в эксплуатацию. То есть сегодня, например, он открыл продажи, стройка будет продолжаться около полутора-двух лет, дольщик, приобретая недвижимость, вот эту долевку кладет деньги на экскроу счет и через полтора-два года застройщик только сможет воспользоваться этими деньгами. А в период строительства он имеет возможность либо собственными средствами строить, либо за счет кредитных средств банка. Вот вспоминается схема, когда покупаешь что-то в китайских, не буду говорить, огромных магазинах, интернет, да, это то же самое, когда деньги замораживаются на какой-то период, а потом, когда покупку ты получаешь, подтверждаешь, это та же самая история. Это примерно та же самая история, да, когда приобретается право у человека уже собственности, да, практически, тогда застройщик имеет право раскрыть эти экскроу счета вместе с банком. Высказывалось перед тем, как перейти на эту схему, очень много предположений, что в связи с переходом на экскроу счета повысится цена на долевки. Произошло ли это, скажите, пожалуйста, можно ли уже проанализировать? Мы ожидаем, конечно, повышения цены в связи с тем, что, во-первых, обслуживание экскроу счетов для застройщиков, это будут определенные расходы, плюс использование кредитных средств банка. Если раньше застройщик привлекал деньги дольщиков и на них строил, и это было оборотные средства для застройщика, то сейчас он должен иметь свои собственные средства, либо воспользоваться продуктами кредитными банков. Поэтому, конечно, это повлечет за собой определенное повышение цены. Насколько можно прогнозировать? Ну, мы ожидаем от порядка 15-20%, однако это будет в течение какого-то, скажем, ближайшего промежутка времени не очень резкий промежуток это будет, то есть это не завтра, это плавно будет происходить в течение полугода. А сейчас что на рынке происходит? На рынке долевок, в частности? Насколько они востребованы? Побежали ли их покупать или, наоборот, опасения у клиентов? Вы знаете, у нас в Алтайском крае возникли некие такие вот стагнационные вещи, да, люди стали думать, а зачем это нужно, как это нужно делать, обращаться к профессионалам за консультацией, поэтому какой-то промежуток времени была небольшая стагнация. Сейчас поняли, что жизнь продолжается, 1 июля наступила, эти экскроу-счета распространяются не на все строительные площадки, а только на те, которые подходят этим условиям, то есть это до 30% строительного объема, если дом еще построен до 30%, и заключение договоров долевого участия до 10%. А остальные стройки как шли, так и идут и продолжают строиться в обычном режиме с привлечением средств дольщиков и с тем возможностью ими пользоваться нашими уважаемыми застройщиками. Поэтому разрешение на строительство, которое вот сейчас будет выдаваться, только на них будет распространяться вот это условие. Все ли банки подключились к этой системе? Если нет, то каким образом покупатель может проверить достоверность и насколько этот банк... Слово подбираю. На самом деле Центробанк поможет нам в этом, потому что экскроу-счета – это тоже вещь такая контролируемая государство, и на сайте Центробанка есть возможность посмотреть, какие банки используют эти экскроу-счета. Поэтому каждый застройщик обязан заключить договор с банком, ну и, соответственно, все банки, они имеют лицензию, контролируемую нашим уважаемым Центробанком. А вот что касается покупателей, которые собираются материнский капитал использовать или какие-то льготные ипотеки? Вот с помощью средств материнского капитала можно воспользоваться, перевести эти средства на экскроу-счета? Высказывались опасения, что пока это невозможно. Так ли это? Изменилась ли ситуация? Ситуация сейчас как раз в стадии разработки. Наши уважаемые банки думают, как это сделать, советуются с государственными всякими структурами для того, чтобы внедрить эту систему. Возможность кредита, покупки в кредит долевки, она существует точно так же, и, соответственно, все кредитные продукты для заемщика, который хочет купить долевку, сохраняются. Вот вообще, что касается рынка квартир, рынка продажи, как вы считаете, сейчас есть повод для того, чтобы срочно менять квартиру, покупать новую или все-таки стоит подождать? Стоит всегда решать вопросы по мере их поступления. Если человеку нужно здесь и сейчас решить свою жилищную задачу, это нужно делать. Откладывать никогда не надо. Мы не знаем, что будет завтра, как будет завтра. И на самом деле ждать, когда цены упадут или подрастут, ну, скажем так, это крайне сложно. Это рынок, да, рынок определенный, который влияет и от экономики России, и от экономики каких-то местных наших ситуаций. Поэтому живите здесь и сейчас и покупайте здесь и сейчас. И какие квартиры сейчас востребованы наиболее на рынке? Ну, как обычно, у нас сегодня это востребованы двухкомнатные квартиры, да, однокомнатные квартиры, но много уже сейчас предложений от застройщиков трехкомнатной квартиры, такой самой оптимальной площади, от 60 до 80 квадратных метров. И семья, которая уже имеет там двух деток, им очень удобно приобретать недорогие квартиры, но очень комфортные вот в этом объеме квадратных метров. Марина Сергеевна, а что касается цен? Вот если анализировать рынок, допустим, европейской части страны, ведь там тоже есть примерно такого же уровня квартиры, и стоят они не намного дороже. Почему у нас в Барнауле такие высокие цены на квартиры, на жилье? Ну, это, наверное, задавать вопрос важно всем структурам, да, потому что у нас, может быть, инженерные сети дорогие, дорогая земля относительно выкупной стоимости аукционов и так далее. Но я бы все-таки так резко не утверждала, что у нас цены похожи, смотря что. То есть если это брать какую-то центральную Россию, далекую от Москвы, то какова там инфраструктура, кто туда едет, кто там хочет жить? А у нас все-таки Алтайский край довольно активно развивающийся в качестве стройки, и люди сюда едут, покупают, поэтому цена, если есть покупательская способность, соответственно, цена в рынке. То есть если бы у нас была цена завышена, наверное, у нас бы так не покупали активно квартиры, как это делается сейчас. У нас активно покупают. Да, у нас на самом деле довольно большой оборот домов, порядка 80 домов строится, и в каждом доме идут продажи очень активно, нет ни одного дома, который бы был сдан в эксплуатацию с непроданными квартирами. Но если и есть, то это совершенно маленький процент, то есть там 3-5, максимум 10 процентов в каких-то там больших-больших домах, где там, наверное, 500 квартир. Это говорит о высокой покупательской способности, получается? Это говорит о том, что потребность есть, и она реализована, и есть способности, и желание покупать такие квартиры, и возможность. Но это благодаря тоже в том числе и программам, и ипотеке. Еще одно нововведение, которое хотелось бы с вами обсудить. Государственная Дума в конце июля вносит судьбоносное, можно сказать, решение для граждан, которые пострадали от нечестных застройщиков, что с нового года им будет компенсирована часть стоимости потерянного жилья или вся стоимость из федерального бюджета. Как это может работать, на ваш взгляд, и насколько уместен этот закон в Алтайском крае? Насколько он необходим? Слава богу, у нас довольно мало, можно сказать, совсем незначительный объем застройщиков, которые там довели дело до банкротства. Это единицы буквально по отношению к другим регионам России. Я поняла, что этот закон распространяется еще и на вторичный рынок. То есть если квартира была приобретена у недобропорядочного продавца, вот в этом случае, соответственно, защищаются права покупателя, и компенсация идет покупателю. В случае, если это будет доказано, конечно же, в суде. То есть схема обязательно нужно идти в суд? Конечно, в любом случае нужно доказать, либо какой-то орган будет принимать такие решения. Сейчас это только стадия законопроекта, и как она будет в итоге принята. Это мы увидим после 1 января, наверное, 2020 года. Однако интерес в том заключается, что есть подоплека у этого закона некая, для того, чтобы государство очень хочет, чтобы мы указывали действительную стоимость продажи и покупки. А корректируя налогооблагаемую базу, все-таки иногда идут варианты, когда цена там несколько отличается от рыночной стоимости в сторону занижения. То есть, а чем это может быть чревато? То есть, не вся стоимость будет... Да, если человек купил квартиру фактически за 2 миллиона, а в договоре указал 1 миллион, то при компенсации будет компенсироваться только то, что указано в договоре. А что вы порекомендовали бы клиентам делать в таких случаях? Сразу завышать стоимость? Не завышать, а указывать истинную стоимость, которая действительно существует в самой сделке, для того, чтобы минимизировать риски продавца... Да, и покупателя. Ну, с налогами тут вопрос такой, конечно, есть. Льготный период, это же не на все квартиры налоги распространяются, да? Это те квартиры, которые менее 5 лет собственности, приобретенные после 1 января 2016 года. Спасибо вам огромное за время и за беседу, полезную, я надеюсь, для покупателей и потенциальных покупателей жилья в Барнауле, в Алтайском крае. Мы сегодня беседовали с Мариной Ракиной, председателем комитета предпринимательства в строительной сфере Алтайской торгово-промышленной палаты, говорили о том, как совершить сделку безопасно.